Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Карагандинский кремниевый завод снова в центре скандала. Чиновники совместно с судебными исполнителями проводят мероприятия по освобождению земельных участков. 100 тысяч тенге за лучшее произведение искусства в Караганде прошел конкурс Акынов. Не лучшие времена переживает Карагандинский кремниевый завод. Когда-то одно из перспективных предприятий страны снова в центре скандала. Директор Силицум Казахстана Александр Сутягинский осужден за организацию убийства компаньона. На самом предприятии уже больше месяца остановлено производство, а рабочим не выплачивают зарплату. В непростой ситуации разбирались наши корреспонденты. Андрей Кушманцев среди нескольких сотен рабочих, кто сегодня на грани фола. Подающие когда-то надежды предприятия, которые запускал глава государства, уже больше месяца простаивает. С 4 февраля на кремниевом заводе остановлено производство. Завышенный у нас энерготариф, то есть он идет 9 с чем-то там тенге, а необходимый это 6 тенге получается. То есть завод он даже некоторое время работал в убытке. Но они, наше руководство решает все эти проблемы. На селе Цумказахстан трудится более 400 работников. Среднюю зарплату, 80 тысяч тенге здесь не повышались с момента открытия завода. Но главным вопросом на сегодня остается выплата заработной платы. Ее рабочие не видели с февраля. Не исполняет начальство и другие финансовые обязанности. Пенсионные за 8 месяцев не платят. Вредность, которую должны платить, не платят. Копейки заработную плату с 2010 года, как 80, 70, 80, 90 тысяч платили, обещали там золотые горы, до сих пор так же не платят и то с задержками, с большими задержками. Много писем уже писали и в налоговую писали. Налоговая приедет, оштрафует, никаких действий нет. Ну везде связи, как говорится, у людей. Не прибавило оптимизма и заявление о массовом сокращении. По слухам, без работы могут остаться 80% рабочего персонала. Мы задали представителю Сакимата, почему вы не защищаете наши права. А тот вообще вышел из зала, он не в курсе, ушел вообще. И как бы игнорирует. Зачем тогда Акимат высылает таких представителей, которые не могут защищать наши права. Он даже трудовой кодекс не знает. Зачем таких представителей вообще высылает. Ситуация на кремниевом заводе, как заявляют сами представители Акимата, находится у них под контролем. Кроме того, местные власти уверяют, что несмотря на простое предприятие, 50% зарплаты будет начисляться каждому работнику. На сегодняшний день руководству ТО «Силициум Казахстан» поставлена задача, руководству и акционерам, конечно, поставлена задача по скорейшему закрытию налогов, задолженности по налогам, а также по заработной плате перед работниками. Также будет проведена работа по стабилизации деятельности ТО «Силициум Казахстан». Тем временем генеральный директор «Силициум Казахстан» будет отбывать срок в колонии строгого режима. На днях Александра Сутягинского приговорили к 12 годам лишения свободы за организацию убийства своего компаньона, а именно соучредителя все той же компании. Между тем, 10 апреля рабочие «Силициум Казахстан» соберутся снова. Они готовят письмо в прокуратуру, хотят обратиться за помощью и к главе государства. Ирина Камышов, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде снова сносят здания. Отдел земельных отношений совместно с судебными исполнителями проводят мероприятия по освобождению земельных участков. Первым местом для ликвидации стало летнее кафе в центре города. Батима Курганова впервые открыла свой бизнес в городском этнопарке несколько лет назад. Через некоторое время еще тогда Аким Октябрьского района Нурлана Убакиров попросил освободить данный участок. Взамен он пообещал выдать другую землю и помещение. Бизнес-леди, долго не думая, открыла маленькое кафе по улице Гоголя. Однако и та радость долго не продлилась. У предпринимательницы скопился долг за арендную плату. А сегодня представители отдела земельных отношений совместно с судебными исполнителями, согласно решению суда, сносят кафе неплательщицей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако Батима Курганова стоит на своем. Она утверждает, что никаких уведомлений не получала. И действия судебных исполнителей частный предприниматель считает незаконными. Я этого не знала, понимаете, вообще не знала. И вообще документы оформляются. Уже оформление документов я уже заплатила, понимаете? Оформление документов уже заплатила. Судоисполнители уже познакомили должницу с решением суда, принятым еще в 2007 году. Вам неоднократно было вручено уведомление, предупреждение о назначении исполнительских действий по сну суданного летнего кафе, да? Было вручено постановление о возложении обязанностей по сносу на ГУ, отдел земельных отношений. Вот у меня есть все документы. Нет, у меня ни одного уведомления нет. И у меня есть все основания на сегодняшний день внести данный объект. Со слов возмущенной женщины, долги она выплатила уже давно. И даже квитанции имеются. Дома. К слову, бизнесвумен еще два года назад написала заявление, чтобы стать собственницей данного участка. Оформление документов я уже заплатила. И вот они сейчас, сейчас мы уже судились с Акиматом. Почему-то суд вынес решение в пользу Акимата. Вот я вот не понимаю, почему, почему все идет против народа. Я не знаю, в частную собственность. Как можно вот так просто забрать? В немилость от дела земельных отношений судебных исполнителей попал и рекламный билборд напротив театра имени Станиславского. Размещение летних кафе на придомовых территориях не допускается. А допускается для отдельно стоящих специализированных зданий. Данное мероприятие в этом году будет продолжено. То есть в отношении летних кафе, расположенных по улице Нуркена-Абдирова. То есть на сегодняшний день также имеются решения суда. То есть эта работа в данном направлении будет продолжаться. Нужно отметить, что в Караганде суд вынес решение по 21 факту злостных неплательщиков, бизнес которых также будет ликвидирован. Миром Гульсал Кимбаева, Ужас Габбасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В преддверии начала весеннего призыва военнослужащие рассказали о своих проблемах областным органам власти. Отсутствие передвижной рентген установки и призывные пункты, требующие срочного ремонта. Это далеко не полный список вопросов, которые подняли на расширенном совещании с участием заместителя Акима области. В Казахстане стартовал весенний призыв. По расчетам военных, по всей стране погоны этой весной наденут около 15 тысяч срочников. Вот только нерешенные вопросы еще остались. На собрании поднимались те проблемы, с которыми карагандинский военкомат сталкивался неоднократно. По сей день существует проблема с призывными пунктами. В то время как во многих районах области призывные участки требуют капитального ремонта, в Караганде, в Октябрьском и Казабикбийском районе их нет вовсе. Практически во всех сельских районах имеются трудности при комплектовании призывных комиссий, врачами узкого профиля, которые являются единственными в лечебных учреждениях района. Имеются трудности диагностики призывников в отдаленных районах, несогласованных учебных учреждений в вопросах обследования призывников. Еще представители департамента по делам обороны посетовали на то, что в областном сборном пункте нет передвижной рентген установки. Военные рассказывают, чтобы пройти флюорографию призывников, приходилось на личном автотранспорте вести в Октябрьский район. Рассказали и о новшествах, которые с этого года действуют в военкомате. Буквально с этого года на возмездной основе ребята могут обучаться, проходить программу по мобилизационной подготовке и передаваться на учет военнообязанных. В основном это будет касаться ребят от 22-27 летнего возраста. Поэтому армия не стоит, армия двигается вперед. Сильная армия, сильный Казахстан – такой наш девиз. Заместитель Акима области Берик Абдегалиев пообещал с проблемами разобраться. По его словам, в таком деле, как воинская служба, вопросов даже самых незначительных быть не должно. Нет мелочей. Где-то кто-то не дал вовремя справку, кто-то не предупредил, кто-то не досказал, кто-то не пришел на комиссию, где-то не хватило специалиста узкого медицинского. Все, ушел призывник. И там сотворяет то, что потом вся страна скорбит. Здесь нет мелочей. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. С рабочим визитом по областям региона Балжан Абдишев побывал в поселке Сарышаганок Тагайского района. Аким ознакомился с работой котельной, а также посетил местную школу и медучреждения. Это Сарышаганская котельная номер 2. Глава области посетил ее в первую очередь. Балжан Абдишев осмотрел технологическое оборудование котельной, интересовался мерами по улучшению качества услуг по теплоснабжению и обеспечению потребителей горячей водой. Встретился областной глава и с населением. «Региональное развитие – это вопрос номер один. И поэтому я здесь хочу посмотреть, убедиться, что как реализуются все программы, их более чем достаточно. Именно в части жилищно-коммунального хозяйства, если вы знаете программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, знаете об этом, надо участвовать сегодня государству. После осмотра котельной Акимобласти побывал в семейной врачебной амбулатории. Часть здания находится в аварийном состоянии, не хватает и медперсонала. На пятитысячное население поселка всего два врача. А это уже средняя общеобразовательная школа поселка. Здесь Балжан Абдишев ознакомился с работой, оснащенностью оборудованием и обеспеченностью кадрами. Продолжилась рабочая поездка главы региона в Приозерске. Аким осмотрел ряд социальных объектов и провел встречу с активом города. Продолжит наш корреспондент. Вопрос обеспеченности медицинскими кадрами глава региона поднял во время осмотра центральной городской больницы города Приозерска. Проблемы нехватки специалистов существуют и здесь. Потому Балжан Абдишев поручил Акиму города привлекать молодых медиков, выпускников Карагандинского медуниверситета. Мы вот попозже на коллекторном состоянии. В 2009 году часть 1,2 километра от труда испарителя сделали. Особое внимание глава региона уделил жилищно-коммунальной сфере города. Он осмотрел напорный коллектор, износ которого в настоящее время составляет 90%, что приводит к частым порывам труб. Посетил и станцию перекачки сточных вод, требующую реконструкции. Аким области поручил местным властям и областному управлению энергетики ЖКХ представить проектно-сметную документацию и рассмотреть возможность финансирования ее модернизации по программе Акбулак. Решается в городе проблема и с пустующими домами. В Приозерске снесли 43 здания, не подлежащих восстановлению. Однако дома-призраки по-прежнему портят эстетический облик города. Есть такие дома и по улице Пирогова. Глава области поручил рассмотреть возможности их восстановления. Мы все видели, и подъем города, и упадок его. Но сейчас видим, что наш город начинает развиваться. В связи с принятием вот этого комплексного плана за два года сделано очень многое в городе. Баужан Абдишев посетил еще ряд объектов, в том числе казахстанскую воинскую часть, расположенную в городе, гараж для спецтехники пожарной части номер 47 и котельную номер 1. Кроме того, осмотрел экспозицию музея в Доме офицеров российской воинской части. Также ознакомился с ходом строительства санатория на побережье озера Балхаш. Строительство идет в соответствии с утвержденным заказчиками и подрядчиками графиком. Отставания нет, освоение идет по плану. Думаем, что к намеченному сроку строительство будет закончено и объект будет введен в эксплуатацию. Завершился визит встречи с активом города. Аким Приозерска Кайрат Камзин отчитался о том, что сделано за последние два года. Выделены средства на начало строительства детского сада на 200 мест, софинансирование из областного бюджета. Выделены средства на начало реконструкции школы искусств и спорта, также софинансирование из областного бюджета. И финансируется со стороны Министерства по учрежденным ситуациям мероприятие по созданию водно-спасательной станции. Подводя итоги заседания, Болжан Абдишев дал ряд поручений местным исполнительным органам, в том числе по поиску альтернативных способов социально-экономического развития города. Каждый из вас на своем участке, если будут заниматься ежедневным привлечением, поиском инвесторов, предпринимателей, ниш еще более чем достаточно. И сегодня вот это направление, это очень самый главный вопрос. Наша самая главная задача – это рост экономики, вопросы занятости, я всегда это повторяю, и стабильность в нашем обществе. Мы продолжаем выпуск. Вместе сделаем город чище. В Караганде объявлен весенний двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Завтра, 30 марта, в районах будут проводиться субботники. Участвовать приглашают жители, руководители предприятий и учреждений всех форм собственности. Поддержим своим участием благоустройство нашего любимого города. Карагандинский областной центр крови на 4 дня стал объектом пристального внимания консультантов из Канадского общества международного здравоохранения. Разбирался Сергей Высокосов. Посещение Карагандинского центра крови международными консультантами объясняется просто. Наш центр был выбран из 20 подобных в Казахстане как наиболее продвинутый в техническом и кадровом плане, чтобы провести пилотное тестирование стандартов, разработанных канадцами и Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Это может быть не случайно, потому что наш центр крови был введен в эксплуатацию в 2011 году, оснащен современным оборудованием на мирового уровня. В нашем центре работают высокоспециализированные специалисты. И мы надеемся, что мы пройдем данное пилотное тестирование успешно. Медицина Казахстана стремится не просто повысить свое качество, но добивается международного признания. Разработка стандартов в работе центров крови – это серьезный шаг на мировой рынок медицинских услуг. После апробации пилотного проекта в Караганде сертификация центров крови будет проводиться по всему Казахстану. До этого проводилось много мероприятий в сфере реформирования здравоохранения в Казахстане. Мы работали над различными стандартами для аккредитации в области здравоохранения. И теперь работаем над стандартами аккредитации по крови, которые будут внедряться в Казахстане. Все это делается на основе международных стандартов. Как отметили международные консультанты из Канады Люси Сабурин и Сильвия Сакс, в приватной беседе все сотрудники Карагандецкого центра крови в течение всех дней их исследования проявляли самое активное участие в работе и оказывали всемирную поддержку. Это новые стандарты, это пилотное тестирование, то есть проекты еще стандартов, они в дальнейшем будут утверждены, после чего другие организации в этой сфере смогут аккредитовываться по данным стандартам. Карагандинский центр крови был задействован в третьем и последнем этапе разработки стандартов для сертификации. Дальше стандартизация после утверждения Министерством здравоохранения Казахстана двинется во все регионы страны. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сто тысяч тенге за лучшее произведение искусства. В Караганде прошел конкурс Акынов. Праздник поэзии посвятили 120-летию Макжана Жумабаева. Победителем состязания стал местный житель Жанебек Алиман. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. В конкурс запускались молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. По условиям поэтического состязания, начинающие поэты должны написать два стихотворения на государственном языке о родине и на свободную тему. Свои произведения на суд жюри представили более 40 кандидатов. Однако критериям конкурса, по мнению жюри, соответствовали работы лишь 12 участников. Я верю в молодежь. Эти строки из стихотворения Макжана Жумабаева, которому и посвящается поэтический конкурс. Все участники были на высоте. Молодые Акыны очень талантливы. Я уверен, что всех ребят, которые обладают поэтическим даром, один конкурс просто не может охватить. Такого результата я от этого конкурса просто не ожидал. Победители получили из рук известных деятелей искусств ценные подарки. Мирамгуль Салкимбаева, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. ДВД Караганинской области совместно с управлением туризма и спорта региона провели спартакиаду по футболу и настольному теннису для подростков, состоявших на учетах в органах внутренних дел. В соревнованиях приняли участие 24 трудных подростка. Целью проведения данной спартакиады является пропаганда здорового образа жизни трудной молодежи. Победители соревнований были награждены грамотами и ценными подарками. Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата ВХЛ. Карагандинская СРРК встретится с арядой Акпарс из города Волжск. Матчи пройдут 1 и 2 апреля на стадионе Караганды-Арена. Первые две игры и в случае необходимости пятый и седьмой матчей состоятся на поле карагандинского клуба, имеющего более высокий номер посева в паре по итогам первого раунда чемпионата. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией и не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Сау Бонус Дар. Субтитры создавал DimaTorzok